Вернёмся к своим, я тебя к себе в разведку возьмём. Не, какой разведчик? Не лучше, при миномёте. Ну как же, вот ты как храбро по незнакомому болоту топаешь. Так я ж болото знаю, вон видите, сосны, а раз сосны, значит пройти можно. Вон мог старый, значит тропинка есть. Осторожно идите, шак-шак. Тетерин, не забывай вешки ставить. Брат, что это там? Лемец? Или наш? Тетерин! Ну, ноги, да ну! Торнею! Встать! Где твоя родственная? Не знаю. Да я тебя! В этом болоте! Мронов! Ну, что это? Что случилось, командир? Миронова убила. Мы не можем идти дальше. Мы не знаем тропы. Мы должны идти в Дубравку. Тетерин, идем обратно. По твоим вешкам. Командир, там же немцы. Что будем делать? Я не знаю. Я не знаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господин генерал, этот пленный утверждает, что знает местонахождение Якова Джугашвили. Кто он? Он утверждает, что он адъютант командующего армии. И я готов его выслушать. Генерал хочет, чтобы вы рассказали, где сейчас вы, Сталина. Мне обещали сохранить жизнь за информацию. Я могу рассчитывать на это? Я даю ему слово немецкого офицера. Да. Сегодня утром я лично беседовал с Яковом Джугашвили. Это было в районе села Дубравка. Его батарея направлялась на восток, на соединение с основными частями. После этого связь с ним была утеряна. Данах брал связь с ним. Вилли. Он не мог уйти далеко со своими гаубицами. Передайте приказ третьему моторизованному батальону выдвинуться в район Дубравки для поисков. У нас приказ рейхсфюрера Гиммлера о расстреле всех военнопленных, господин генерал. Накормите его. А потом... расстреляйте. Рkarщик Р http Роман Логда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это точно Дубравка? Точно. Этот квадрат. Немцы уже здесь. А где шестая батарея, одному богу известно. А ну-ка посмотри, командир. Похоже на наш тягач для перевозки гаубиц. Вижу первые две цифры. Четыре и семь. Сорок семь. Триста шестнадцать. Это точно он. Яков был здесь. Был-то был. А куда он теперь делся? Ну, если здесь он столкнулся с немцами, и был бой, то где трупы? Трупов нет. Не понимаю. Будем брать языка. Другой возможности получить информацию у нас нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Документов при нем нет. Как ваша фамилия? Номер вашей части? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете убить меня, если хотите. Но я не буду отвечать на вопросы. Я не буду спрашивать о ваших военных секретах. Скажите только, вы вступали в бой с русской галбичной батареей? Что с ней стало? Отвечайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только на этот вопрос. Только на этот вопрос. Да! Был бой с русской батареей и ее охранением. Мы почти окружили ее. Но потом откуда-то подошли русские танки. Мы были вынуждены отступить. Куда ушла батарея? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю. Я больше не буду отвечать на ваши вопросы. Карта есть? Если они ушли с танками, они могли пойти только по шоссе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Развилка. Куда ехать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Вот он след от галбиса. Куда ведет эта дорога? В Толочин. Они ушли в Толочин. Поехали. Капитан, есть ли ваши войска в Толочине? Или там русские части? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он не будет отвечать. Не будет? Он скорее даст себя застрелить. Ты не умеешь допрашивать Корнеев. Зато ты умеешь. Я посмотрю. Элементарно. Спрашивай. Ты что, сдурела? Это враг. А Клебников раненый, которого ты засушила, тоже был враг, тварь. А ну-ка, смотри. Фритцин. Фрит, как бы Берлин. А ну давай, Костя. Давай еще разок, Костя. Я офицер вермахта, Генрих Штольц. Меня взяли в плен русские диверсанты. Свои! Сдавайся, ты изумил нахрен! По простору речной волны Выплывают расписные. Свои, что ли? Эй, свой! Свой! И девка своя! Я тебе не девка, урод! Я сержант Красной Армии! Полковник Вебер на проводе. Да. Мы больше не блуждаем в темноте, генерал. По моим данным, Яков и его часть находятся в Толочине. Я в двух километрах от Толочины. Я отдаю приказ взять город в кольцо. Ты мне не нравишься. Очень не нравишься. Кто бы ты ни была. Но задание у нас одно. Только поэтому я еще не свернул тебе шею. Ясно? Доставим Якова к своим и разбежимся. А потом я все-таки сверну тебе шею. Товарищ лейтенант, в городе галубицы не видели? Нет, не видел. Батарею галубицы не видели? Стой! Батарею галубицы не видели? Нет. А тягач? Да нет, не побегался. Ладно, спасибо. Есть. Батарея Якова прикрывает отход войск. Недалеко от железнодорожного переезда. Километрия отсюда. Пошли. Километрия ved Отерио. Пошли. Километрия. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здесь только сахар Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Здесь только сахар Добавил DimaTorzok 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 Если вернешься к нашим без Якова Лучше сам застрелись А если он погиб? А это для тебя не самый лучший вариант, Корнеев Думай Думай, как его найти Я думаю Ты хороший боец, Корнеев Но еще совсем щенок А настоящим псом ты станешь, когда поймешь Что на войне один бог Целесообразность Будешь распускать сопли, не выживешь А я очень хочу, чтобы ты выжил, Корнеев Очень Готов поспорить, что денчик капитана Беккера Уже обошелся квартирой и выбрал себе самую лучшую Нет, Густав Капитан не станет на посту в одном доме с солдатами Ему уже подобрали квартиру рядом со штабом полка Как вы думаете, ребята, здесь можно найти квартиру с чистым бельем? Тебе надо бросать курить, Генрих Он не может Он слишком волнуется Генриху уже 40, а это его первое заграничное путешествие Ну что, ребята Мы с Густавом посмотрим эту квартиру Хорошо? По-моему, неплохо, Густав А? Да, хорошо Пойду посмотрю, сколько здесь кроватей Я не собираюсь больше спать с тобой в одной постели О, вот еще одна Быстро переодевайся, уходим Эй, парень, это ты взял ее в плен, или она тебя? Слышишь? Батарея Якова А ну, стой! Стой, гадина, ты такая! Это он, господин офицер! Я его узнала! Он, господин офицер! Куда девал? Куда спрятал? Спросите у него, господин офицер! Я убер лейтенант Нойков из комендатуры Эта женщина утверждает, что вы вошли в ее дом и обокрали ее Я не понимаю, господин лейтенант Я не знаю, чего она хочет Ложки серебряные украл! Ворвался в дом и обчистил меня! Как липко ободрал! Спросите у него! Господин лейтенант, я вижу ее в первый раз Она обозналась Как ваша фамилия? Ефрейтер Хапп из 6-го дивизиона Вам придется пройти с нами в комендатуру, Ефрейтер Мы обязаны разобраться в этом инциденте Эта девушка с вами? Я с ней только что познакомился Очень красивая Эта девушка для офицера Хаппы Не для Ефрейтера Она пойдет с нами в комендатуру Пошли Ком, ком А как же? Господин офицер, а как я? Ком Я его сразу узнала, господин офицер Как увидела, сразу узнала Нашла кому заловаться, дура? Товарищ младший лейтенант Тут двое каких-то там пробрались Говорят, это штаба фронта Командир ищет, а документов нет Заводи блиндаш Пошли Кто вы? Лейтенант Корнеев Командир роты разведки армии Сержант Лаврова Мы из штаба армии А если вы от немцев? По закону военного времени я обязан вас арестовать У меня есть документы Я из НКВД Сержант НКВД Анна Лаврова Выполняет особое задание команды Всем военнослужащим Армии и гражданским лицам Приписывается оказывать содействие Начальник отдела Ясно Где старший лейтенант Джугашвили? Где старший лейтенант Джугашвили? Старшего лейтенанта Джугашвили здесь нет Я его заместитель Младший лейтенант Лопатин У меня приказ командующего армии Вывести товарища Джугашвили Из окружения И доставить в расположение штаба Где он? Мы не знаем Вы не знаете где ваш командир? Со вчерашнего дня? Нет У них есть рация? Они могут попросить помощи у своих? Даже если есть Вокруг только разрозненные Немногочисленные группы русских Не думаю, что их штаб способен Что-то сделать для них Так или иначе Мы должны решить этот вопрос В течение двух часов Мы отступали по шоссе Одна из машин Вышла из строя Товарищ Джугашвили С двумя красноармейцами Отправился в деревню С лошадьми Там завязался бой Появились немцы Мы вынуждены были отступить О судьбе Якова Иосифовича Мы больше ничего не знаем Возможно, он погиб или попал в плен Как называлась деревня? Как называлась эта деревня, я не помню Карта осталась у командира Произошло это В десяти километрах к западу От деревни к гнездо Место указать сможете? Думаю, да Вам придется передать командование сержанту И отправиться с нами в тот район Где вы потеряли старшего лейтенанта Джугашвили Только вы можете найти и указать нам это место Если он погиб, опознать дело Это невозможно Я не могу покинуть батарею во время боя Это приказ Товарищ младший лейтенант Война не завтра кончится Успейте Героически погибло Ты слышал, Хромов? Я еще успею погибнуть Потом А тебе погибать сейчас Что ты думаешь по этому поводу? Разрешите отсрочку на десять минут Пусть ребята письма напишут домой Последние Это необоснованный и необдуманный приказ Командир не может оставить своих солдат во время боя Если командующему нечем заняться И он готов пожертвовать батареей Ради поиска трупа То я могу указать ему на серьезные недостатки В управлении войсками Товарищ сержант Только что на ваших глазах Младший лейтенант Лопатин Отказался выполнять приказ Вышестоящего командования Что является воинским преступлением Разоружите его И арестуйте Вы слышали приказ? Выполняйте Хромов, возвращайтесь на позицию Есть Пойдемте со мной Товарищ Корнеев Я вам кое-что покажу Осторожнее Посмотрите Видите? Как вы собирались выводить меня? Вы пришли на батарею оттуда? Да Они сомкнули кольцо Уйти с батареи невозможно Да вы не волнуйтесь Скоро это закончится У нас боеприпасов Максимум на полчаса А то и меньше Никак не привыкну Люди живут Дышат Мыслят А через полчаса умрут И я тоже Русские солдаты Среди вас Находится Офицер Яков Джукашвили Если вы Видадите его нам Мы сохраним вам жизнь Русские солдаты Мы даем вам 10 минут Ну-ка, ну-ка, боец Давай Пусти меня Обращаемся к офицеру Якову Джукашвили Давайте Русские солдаты Мы даем вам 10 минут Ты понимаешь, что это значит? Мы обращаемся к офицеру Якову Джукашвили Яков Или убить они приеме нашли документов Или В плену немца по чужим именям Корниев, действуй Нам нужно попасть туда, где исчез Яков А Лопатин нам должен в этом помочь Как? У меня нет крыльев Я не могу отсюда улететь Послушай, Корниев Когда решался вопрос Расстрелять тебя Или послать сюда Нам сказали, что это может невозможное Можешь, сделай Русские солдаты Переват Находится офицер Яков Джукашвили Если вы видадите его нам Мы сохраним вам жизнь Русские солдаты Мы даем вам 30 минут Лопатин не пойдет Давай возьмем кого-нибудь из бойцов Русские солдаты Среди вас Находится офицер Яков Джукашвили Если вы видадите его нам Мы сохраним вам жизнь Нам нужен кадровый офицер Который ориентируется Не только на местности Но и по карте А все солдатики-первогодки В трех соснах забудутся Яков Джукашвили Давайте Товарищ Лопатин Разрешите Долбануть прямой наводкой По этой гадине Давай Давай Сейчас начнут Таком не может быть Лейтенант Джукашвили Пропал без вести Вы понимаете Мы должны точно знать Что с ним Если станет известно Что он попал в плен Начнется паника Не только на фронтах В стране Я понимаю Сейчас дойдем на деревню Мы должны точно знать Жив Джукашвили Попал в плен Или убит Если убит Найти труп И вы мне подскажете Где его искать Я выведу тебя Из окружения Вот Удостоверение Якова Джукашвили Он отдал его мне Перед тем Как пойти в деревню За лошадьми Если вы можете Уйти отсюда Уходите Нет Уходим вместе Вы выполняете Свой приказ Я буду выполнять Свой Нет, лейтенант Уходим вместе Я очень хочу жить Очень Но батарею не оставлю Я понимаю Это будет мой грех Не твой Уходите Я сказал Ну Ваш командир Отказывается Выполнять приказ Командования Это приказ Из Москвы Ясно? Вы хотите Нести ответственность За Сапаташ Никак нет Думаешь Убьют тебя немцы И все? Нет Вся твоя семья Будет расстреляна У тебя семья есть? Подумай о мимо Что я должен сделать? Грузовик Возле блиндажа Он на ходу Должен быть А что? Ситуация нестандартная Я буду действовать нестандартно Надеюсь на полное понимание С вашей стороны И со стороны бойцов Нужен белый флаг Какая им белая тряпка есть? Позови командира Сейчас позову Товарищ младший Лейтенант Они опять вас зовут Скажи сейчас приду Тихо-тихо-тихо-тихо Аня, документы Чего это? Это что, что такое? Давай с... Все в порядке, боец Так измена же! Не вмешивайся! Расстреляю! Спасибо, сержант! Флаг! Флаг! Возьмите! Во всех! Поехали! Поехали! Погружаемся! Развяжите меня! Слышите? Вы пойдете под трибунал! Давай, в лес! Уходим! Быстро! Стоять! Сволочи! Сволочи! Гады! Пошел! Сволочи! Пустите меня! Снаряды закончились, товарищ сержант! Взрывайте орудия! Есть! Всем приготовиться к рукопашному бою! Приготовиться к рукопашному бою! Вороки оторвались! Они взорвали орудия! Это был мой приказ! Я приказал взорвать орудия, если немцы прорвутся на батарею! Значит, значит, это все! Я их... Я их выгласил! Лейтенант! Дайте мне пистолет! Не сходи с ума! Пожалуйста! Я прошу вас! Я их командир! Они мои солдаты! Я... Они... Доверяли мне! Дайте мне пистолет! Я прошу вас! Дайте мне пистолет! Пошел! Успокойся! Пристрелишься, когда Якова найдем! Можешь пистолет! Ну, ты и все! Я... 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 Нельзя к нам Ребенок здесь Да мы ненадолго, нам бы переодеться, поесть, и мы пойдем Нельзя Пошел Делай, что говорят Или убьют Прекратите Молчать Переодеваемся Лопатин Это тебе Че уставился? Переодевайся Что это? Это письма Сержант успел положить Форму нашу и письма Сожжете Троните письма, с места не сдвинусь Я серьезно У нас тут Разговор намечается Вы не могли бы выйти? Можешь ненавидеть меня Твое дело Но твоей батареи больше нет Теперь у тебя одна задача Найти Якова Мы сейчас идем до той деревни Ищем труп Если трупа нет Все Ты от меня свободен Но запомни Никогда Никому Ни при каких обстоятельствах Ты не должен рассказывать О цели нашего задания Никогда Никому Ясно? Переодевайся Вот он Господин генерал В его гимнастерке Обнаружили воинский документ На имя Якова Джугашвили Похоже, что он застрелился Господин генерал Я вспоминаю сейчас Александра Македонского Капитан В тот момент Когда он обнаружил Труп своего врага Императора Персов Дария Обгладываемый Собаками Это еще не труп Сталина Не генерал Это пока что Лишь его сын Будьте прозорливее Капитан Это смерть Прикоснулась К самому Сталину Что это? Майор Вильбах Отдал приказ О расстреле пленных Отставить Немедленно Вилли Проследите Чтобы пленные Опознали этот труп Если это Яков Если это Яков Немедленно сообщите В Берлин Труп нужно будет Сфотографировать Пусть Геббельс Раструбит на весь мир Об этой смерти Товарищ Лопатин Что вы ходите С такой мрачной физиономией От вас уже ежи прячутся Не надо со мной разговаривать А я хочу с тобой разговаривать И буду И ты мне будешь отвечать Потому что мы сейчас Одна команда Я не хочу Чтобы в критический момент Ты ударил на меня в спину Понял И я теперь человек Бесчести Какой смысл Разговаривать Со мной Используйте меня По назначению И пристрелите Так будет лучше Товарищ командующий Товарищ офицер Овладев городом Витебском Противник Стремительно развивает Наступление В направлении Города Минск Обходя слангов Наши основные силы В районе населенных пунктов Лака И Каташин Товарищ генерал К вам из Москвы Я генерал КВД Сукачев Вас предупреждали О нашем прилете Нет Прикажите всем Покинуть комнату Это невозможно Генерал Я провожу Оперативные совещания Возможно Вы больше не будете Проводить Оперативные совещания Я привез Приказ Ставки На время расследования Командование армии Передается Вашему заместителю Генералу Бачурину Товарищи Вы слышали приказ генерала? Покинуть комнату Расследование Расследование? Сядься Хочешь, я дам тебе слово Что когда вернемся домой Я напишу рапорт О том, что ты не хотел бросать батарею А мы увели тебя насильно Если меня за это расстреляют Так-то мое быть Аня Ты напишешь рапорт? Я подчиняюсь особому отделу Прикажут напишу Не прикажут не напишу Куда следуем, граждане? В Сураж Громче, я не слышу В Сураж, товарищ майор Военнослужащие? Выходим из окружения Почему не в форме бойцов Красной армии? Так немцы вокруг Товарищ майор Не надо называть меня товарищем Меня это оскорбляет Когда вы называете меня товарищем Вам ясно? Не вполне Мне кажется Вы контуженный Товарищ майор Представьтесь Лейтенант Корнеев И младший лейтенант Лопатин А женщина? Местная Прибилась к нам От немцев уходим Товарищ майор Обыщите их На каком основании Товарищ майор Где сейчас Старший лейтенант Джугашвили? Я уже докладывал в Москву За ним послана группа Результатов по поиску пока нет Как давно утеряна связь с группой? Два дня Берите лист бумаги Пишите рапорт Все ваши действия По поиску старшего лейтенанта Джугашвили Желательно по часам С момента утери связи И особенно Почему вы Доверили командование разведгруппой Сыну врага народа? Я Заместитель командира 93-го полка Батальонный комиссар Островский 93-й полк Уничтожен Полностью Я контужен, вы правы Эти люди мои последние бойцы Мы не выходим из окружения И не прячемся от оккупантов Мы убиваем их там, где встречаем Уничтожаем боевую технику Уничтожаем сисны и припасы, и топливо Земля горит у них под ногами Будьте они прокляты Обыщите их Заберите у них оружие Если будут сопротивляться, убейте Руки Документы при них есть? Чисто Чудно Дезертируем По законам совести Я должен вас расстрелять на месте Но я готов дать вам шанс искупить У меня болит колома Итак Или вы Идете с нами И погибаете в бою Или я привожу приговор В исполнение У нас нет документов Товарищ майор Мы разведчики Мы выполняем задание командования И мы не можем остаться с вами Мы обязаны Дойти до своих и передать секретные сведения в штаб Какие сведения Доложите Не имею права вам рассказывать Товарищ майор Еще раз Какие сведения Не имею права Расстрелять его А второго Товарищ майор Я сказал этого Выслушайте меня Товарищ майор У нас троих Особое задание Мы должны вывести из загружения Сына товарища Сталина Командира гаубичной батареи Якова Джугашвили Судьба товарища Джугашвили Пока не ясна Его могли убить Либо он попал в плен Мы должны это выяснить Это приказ Штаба армии Все равно уже Миллионы гибнут Миллионы Товарищу Сталину сейчас Не до сына Он отец всех нас Повторяю свой приказ Переходите в мое подчинение Или расстреляю всех троих Я готов подчиниться Вашему приказу Товарищ майор Оружие получите перед боем Шилков, Олезин Следите за ними При попытке к бегству Стреляйте Есть Нам надо выбираться отсюда Наше задание Яков Как Я могу ликвидировать Контужного Нас троих двадцать Не все боятся Его убрать Мы свободны Все остальные Сами разбегутся Забудь об этом У меня приказ Я выполню его С тобой Или без тебя Послушайте Если вы убьете Хотя бы одного из наших солдат Если вы посмеете это сделать Успокойтесь Никто никого не убьет Кто из вас главный Вы или она Я В таком случае Я требую Чтоб вы Дали слово Что никто из них Не пострадает Я требую Даю слово Тише Если вы посмеете Это сделать Тише Сволочь Сволочь Выглядите, товарищи Они предпочли Сдаться в плен А не погибнуть В бою Хотели жизнь Свою сохранить Ценой предательства Маленькую Поганую Жизнь Не выедет В бою Что ты делаешь Что ты делаешь Что ты делаешь Успокойся Успокойся Уходим! Стоять! При кого? Пошел! Пошел! Давай! Я дальше не пойду! Что еще? Ничего! Вы обещали мне, что не будете больше убивать! И что? А то, что она убила командира Красной Армии! Да если б она его не убила, он убил бы тебя и меня! Мне все равно! Вы обещали, что не погибнет ни один советский человек! Вы обещали и тем не менее продолжаете убивать! Можете меня расстрелять! Я дальше с ней не пойду! Ладно! На! Держи! Можешь ее расстрелять! Что? Она не выполнила приказ! Она убила командира Красной Армии! Привести приговор в исполнение! Ну! Нет! Я не могу! Я не могу! Поэтому нам придется держаться вместе! Сержант! Подъем! Уходим! Что бы ни произошло, и что бы ни случилось со старшим лейтенантом Джугашвили, на исход войны это повлиять не может! Нас били и будут бить, пока русский человек не опомнится! Да, мы медленно запрягаем, зато знаете, быстро едем! Так что судьба Якова Иосифовича, это только его личная судьба! Лопатин, ты в шахматы играешь? Да! А что? Ну, ты же не станешь утверждать, что пешка равна ферзю! Яков Джугашвили не ферзь! Он сын ферзя! Вы ищете равенство, Лопатин! На войне его не бывает! Наверное, вашим отцам тоже хочется, чтобы вы не погибли! Так чем же они хуже? Мой отец, один из руководителей НКВД! А я, видите, воюю как все! Километре отсюда должен быть поселок Гнездо! Там живет семья Миронова! Миронов наш товарищ погиб два дня назад! Сейчас зайдем к ним! Нам надо отдохнуть! Аня! О том, что Миронов погиб, никому! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Моли ради Пречистой твоей матери, преподобных и богоносных отец наших всех святых! Помимо нас, Пресвятая Богородица! Помимо нас, Пречистой грехи наши! Ну, сказали же тебе, товарищи! Живой, Ванька, живой! Господи! А ты прочитаешь, словно похоронку получила! Галина Алексеевна, да живой он! Живой! Ваня с основными частями в сурш ушел, а мы от своих отбились! А он ушел, живой! Домой с ним! Домой с ним! Два дня назад, как с вами разговаривали! Да понятно! А вот она все ноет, ноет, накачивает! Господи! Господи, прости! Вон! И Канька-то! Сестра Ванькина! Тоже ее говорит! Ты, говорит, мама, что делаешь? Ну, накаркаешь ведь! Вот как про мужа! А что, уже ж было? Вот про мужа! Шурку Канькину! Тоже ж говорила? И что? Нету теперь Шурки! Да, вот теперь вот, можешь тоже накармить! А у нас тут это вот, госпиталь два дня стоял, ну так... Господи! Катька-то, круглыми сутками там, у раненых, убирала все там, полно там, ну сестренка им была, и за мамку тоже! Только бы Ванечка, никакой боли не сало! Па, может людей накормить в дороге? Баньку! А, ну да! Галинка, ты тут это, стол собери, а я тут баньку сооружу быстро! Ага! Простите, простите, сейчас я не... Вы уж извините ее, несознательно! Вот, вот, большая радость, что вы до нас дошли! Это все равно, вот как мы от Вани весточку получили! Устали? Да, есть немного! Что же вы все врете, товарищ лейтенант Корнеев? Врач вам, Кать! Что случилось с Ванькой? Он погиб? Да с чего вы взяли, нет, он жив! Иначе бы вы не сошли! Да и врата вы не умеете! Ох, Ванечка, Ванечка, как же ты! Только матери не говорите! Не смейте! Катерина! Давай бери Аню и вперед! Девки первыми парятся! Муж-то давно погиб? Финска! Еще в начале войны! В бою! Говорят, под бомбежку попал! Похоронка пришла! А ваш лейтенант Корнеев? Он жена? Ты, девка, не на того рот развиваешь! Не советую! Катерина! Давай бери Аню и вперед! Девки первыми парятся! Муж-то давно погиб? Финска! Еще в начале войны! В бою! Говорят, под бомбежку попал! Похоронка пришла! А ваш лейтенант Корнеев? Он жена? Ты, девка, не на того рот развиваешь! Не советую! Галь, ну ты огурчики на стол поставь! Забыла! А? Ага! Сейчас, сейчас! Я все знаю! Катя сказала! Вы только матери не говорите! Как он погиб? На задании! Достойно! Не бежал? Нет! У вас, говорят, по своим в спину стреляют, если побежит кто! Не так? Нет, от бомбы! А я тут решил книжку писать! О нашем крае! Тот же костел у нас недалеко! Десять километров отсюда! Ну так вот, рыцари польские перестроили его из синагоги! Три века назад еще перестроили! Так он горел уже четыре раза горел! Четыре раза! Ну что-то! Доброго здоровья! Здравствуй, Степаныч! Вечеете? Так присаживайся к нам! Это сосед наш, Степаныч! Радость у нас! Вот, заслуживцы Ваньке лесточку от него принесли! Твою? Ну так, герои, что это говорят! Ага! В тридцати километрах видели немцев! Ну, шли не сюда, а по-главному шоссе! Наверное, сюда не зайдут! Вы, товарищи, отдохните! Тенек! Здесь безопасно! Я поселю вам сейчас, товарищ лейтенант! Ваши товарищи любили уже! Катя, да вы не беспокойтесь! Сейчас, сейчас! Куда же вы утром пойдете, товарищ Корнеев? Своим! Где же они, Своид? Немец далеко пошел! Никто и не знает, как далеко! Ничего! На мосток пойдем! Да, идем! Скажите, Катя, это... комната Вани? Спасибо, скорбите! Я тебе неясно объяснила! Я тебе неясно объяснила! Лопать! Вставай, уходим! Куда? Что-то не понравилось мне этот сосед, чем сам не пойму! Глаза закрою! Ребят вижу! Батарею свою! Если бы остался, они бы выжили! Да у вас не было шансов! Давай, давай! Аня! Аня! Скажи, ты мой отец правда работает в руководстве НКВД? Правда! Мой отец, Александр Владимирович Корнеев, работал в Берлине, в нашем посольстве дипломатом! И его посадили в тридцать девятом году по обвинению в шпионаже в пользу Германии! Дали десять лет! Меня исключили из комсомола, выгнали из института! Началась финская война! А я в анкете не написал, что мой отец был арестован! Ушел в армию, но... Дело не во мне, понимаешь? Аня, мой отец... Честный человек! Честный! Коммунист! Преданный делу, партии и товарищу Сталину! Просто произошла ошибка! Так бывает! Я тебя прошу! Ты когда вернешься в Москву и встретишься со своим отцом, ты... поговори с ним о моем отце! Аня, я головой ручаюсь! Мой отец скорее бы умер, чем стал работать на нацистов! Ты понимаешь? Ты что, мне не веришь? А почему я должна в это вмешиваться? Я даю слово! Мой отец невиновен! Ты изучал материалы его дела? Нет! Как ты можешь знать наверняка? А если он скрывал от тебя свою шпионскую деятельность? На его месте я бы так и поступила! Аня! Я его знаю! Корнеев! Если его посадили, значит было за что! Ты хороший боец! Только у него своя судьба, а у тебя своя! Корнеев! Что? А я тебе нравлюсь как женщина? Нет! Аня! 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 Я сержант Красной армии. Два дня назад здесь был бой. Я ищу своего командира. Не видели его? На вид лет тридцать. Черные волосы. Среднего роста. Грузин старший лейтенант. Чего надо? Откройте, пожалуйста. Уходи. Ну что? Ничего. Товарищ младший лейтенант! Товарищ Лопатин! Краснов? Краснов, это вы? Я, я! Это Краснов, наш боец. Он ушел с командиром за лошадьми. Быстро! Мы уже были на окраине деревни, и тут немцы. Сначала два бронетранспортера из леса выехали, и потом еще пехота. Мы побежали назад к батарее. А немцы стреляют, меня в плечо как толкнуло, потом под ноги. Но я и сознание от боли и потерял. Потом очнулся, лежу, а перестрелка где-то на шоссе была. Вижу, а командиры немцы ведут. Как сейчас помню, один командир и три фрица вокруг него. Вели в сторону деревни. Ну а дальше я опять сознание потерял. Вот. Почему тебя немцы не давили? Не знаю. Могли за мертвого принять. Ну а потом, потом меня местные подобрали, привели к этой женщине. Это ее здесь дом. И она меня здесь выхаживала. Товарищ Лопатин, я уж думал, с вами больше не увижусь. А как там батарея, как ребята? Значит, Яков и немцев. Мы не успели. Да, и кое-кого за это по головке не погладят. Мягко говоря. Кого это? Не волнуйся. Младший лейтенант, не тебя. Задание вывести Якова из окружения было у меня. И у меня. А что вам за это будет? Расстрел. Значит так. Мы продолжаем наше задание. То, что Яков у немцев стратегическая информация. Мы должны идти через линию фронта и доложить в штаб. Нет, ребятушки. Вы как хотите. А я никуда не пойду. Все. Кончилась моя война. Да и плечо у меня еще не зажило. И хозяйке нужно тут помочь. Работы много. Я обещал крышу заремонтировать ей. Так что... Ты что, боец? До конца войны собираешься отдыхать? А не долго осталось. Фриц вон как прет. Так что... Пошли. Простите, товарищи. Я стала мягче Корнеев. Ты заметил? Будьте осторожны. В деревне немцы. Ждите десять. Ждите десять. Ух! 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 Сх Така… Время… Сх Така… М Boot Стой на месте, не двигайся. Одно движение, и я выстрелю в тебя. Эй, кто-нибудь! Быстрей, быстрей! Проверьте, есть ли у нее оружие. Не наш, девка, господин Фицер! Не знаю, кто! Мне не нравится эта женщина. Быстрей! Лишь почую что-то, Немчура. Куда вы, Корнеев, назад? Вы что? Ваш же приказ. Такое добро откуда? На улице нашли. Не наша. Документы посмотри. Педал? Веревку. Серьезная девка. Бумаги есть? Нет. Нет. Вы что, я глушили? Дай-ка водички. Савва! Ну и на улицу, на пост! Да не трогай ты ее. Придет офицер, да просит. Я тоже хочу. Ну? Какого ты рода племени? А? Как твоя фамилия? Врежь, Игришка, сука! Да она ж баба. Баба у тебя на печи. Врежь, говорю. Я не буду. Не буду! Я не буду! А я буду! Да ты хоть соври. Скажи, что пистолет в огороде нашла. Я ей, кажется, зуб выбил. Она отвечает на вопросы. У нее есть документы? Молчит. Только вот. Зи швайк. Я не воюю женщинами. Но если у тебя найдено оружие, то ты автоматически становишься нашим врагом. Ты понимаешь, что тебе говорят? Я нашла пистолет в лесу. Зи хоти пистоли им вальф гифонден. Зачем ты его подобрала? Продать хотела. Зи вольте диферкалфен. Вайтомах. Вен сих швайк, хэнкси ауф. Если будет молчать, будет повешено. Где здесь? Куда вы? Я быстро. Вы с ума сошли. Куда вы? Ты кто? Лечь всем! Лечь твари! Христа ради! Не надо! Не надо! Христа ради! Привет вам от товарища Сталина. Давай, давай. Пошли. В лес, в лес. Пошли. Ну, лосавкид! Шнаппирунс! Старо ли! Старо ли! Продолжение следует... Давайте извлекать уроки. До сих пор нам везло. Но до линии фронта мы можем и не дойти. Информацию о пленении Якова мы должны донести в штаб как можно скорее. Выводы? Если б была рация. Да где же ее взять-то? Товарищ Лопатин, здесь тысячи немецких солдат и десятки немецких раций. Одна бы нам вполне подошла. Что вы предлагаете? Вы когда хотите поймать рыбу, вы куда идете? К речке. Где ее много? Вот и мы пойдем туда, где плавает наша рыбка. Корнеев, вы действительно думаете, что вас расстреляют? Я под расстрелом хожу с первого дня войны. Мой отец сидит, как немецкий шпион. Я в анкете скрыл. Я в разведку хотел. И сюда меня отправили из-под расстрела. Вернусь, меня снова к стенке поставят. Это судьба. Но это же абсурд. Вы не виноваты, что старший лейтенант попал в плен? Вы и так сделали все, что смогли. Я вообще считаю, что товарища Джугашвили нельзя было посылать на фронт. Должен быть специальный закон, запрещающий детям высших руководителей страны воевать. Так что вы здесь, ни при чем. Как бы тебя самому пулю не получить. Вместе со мной. Почему вы вообще решили, что она где-то здесь? Она должна быть. Аня, смотри, что это. Кажется, рация. Следи за ней. Есть. Превосходно. Ну и как вы собираетесь ее забрать? Вокруг одни немцы. Аня. У тебя план? Какой? Ты способен выучить немецкую фразу за пять минут? Здесь все, что тебе наушло. Добрый день, господин офицер. Добрый день, господин офицер. Гюнтер, не желаете перекусить? Это подарок. Добро пожаловать, девушка. Смотри, Гюнтер. Нам даже и не придется таскаться на местные танцульки, чтобы кого-то закадрить. Они приходят сами, как в Париже. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уже три минуты. Не получилось. Вот черт. Молчи. Даже она делается. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Не удалось. Товарищ генерал. Получена радиограмма от Лавровой. Вы ее прочитали? Так точно. Согласно инструкции, имею доступ. Так доложите. Лаврова сообщает, что старший лейтенант Джугашвили два дня назад попал в плен. Сдался ли он сам или был захватен в бессознательном состоянии, выяснить пока не представляется возможным. Лаврова Корнеев и заместитель старшего лейтенанта Джугашвили Лопатин пробиваются за линию фронта. Остальная группа погибла. Значит, сын верховного, главнокомандующего у немцев. Немцы молчат. Если бы они знали, кто у них в плену, они бы растрезвонили об этом на весь мир. Я бы сделал именно так. Новость о пленении сына товарища Сталина равносильно панике и в тылу и на фронтах. Почему же они молчат? Или Яков назвался чужим именем. Или они его убили, не зная, кто он. Значит так. Новость о пленении Якова должна быть строго застегречена. Здесь, в штабе, за сохранность информации отвечаете. Лично вы? Здесь. Любая утечка. Разстрел. Лавровой передайте. Она должна ликвидировать своих спутников и сама перейти линию фронта. А она нам нужна? Вы хотите ответить за пленение Якова Дрынов? Я готов нести ответственность в любую минуту, товарищ генерал. Верю. Верю. Ответите. Если нужно будет. Но главную долю ответственности должны взять на себя исполнители. То есть, Лаврова. Я вас понял. А она выполнит приказ о ликвидации? Лаврова – проверенный сотрудник. Я даже представить себе не могу, чтобы она не выполнила приказ. Все. Наполняйте. Слушаюсь, товарищ генерал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Вот ее спасать не хотим. Уха! Уха! О, не шлейте. Молодец. Есть. Молодец. Нам приказано переходить линию фронта. И все? Все. Выходим. Мы в июне из разведки шли. И мальчика подобрали в развалинах. Худой, кожа до кости. У него родители погибли во время бомбежки. Взяли к себе в оккуп. А куда его делать? Мы в окружении были. Воды не было четверо суток. А он пить просил. Хоть маленькую ложечку молял. Я за водой пополз термосом на водокачку. А когда обратно полз, немцы огонь открыли. Тащили меня, ребята, обратно в окок. А термос пробит весь. Семь пуль в нем. И воды нет. Я тогда снял с себя гимнастерку. Мокрую. Мокрую. И отдал ее пацану. И он ее высосал. Все. И что с ним было потом? Умер. Воды не было еще пятеро суток. И он не мог выдержать. Умер прямо на наших глазах. А я теперь все время пить хочу. А я еще задолго до войны хотел уволиться из армии. Хотел пойти учиться на филолога. Хотел изучать русский фольклор. А зачем? Что зачем? А зачем я всего этого хотел, я не понимаю. Я вообще не понимаю всей своей жизни до войны. Хотел жениться, сына родить, путешествовать. А теперь, когда вокруг этот ад, все мне кажется бессмысленным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заходим. Интересно. Сколько осталось до линии фронта? А я вам сейчас точно скажу, сколько. К стене. Ты что делаешь, гнида? Мы не идем за линию фронта. То есть как? Я получила радиограмму. От руководства. Мне приказано ликвидировать вас обоих. А самой возвращаться к своим. Что за бред? Почему? Корнеев. Ты, наверное, уже догадался. Почему? Они не хотят, чтобы информация о пленении Якова дошла до фронта. Их можно понять. Можно. Всех можно понять. И тебя можно понять. Особенно, когда ты выстрелишь мне в голову. Или в затылок. Вас любят, когда в затылок. Я не буду выполнять этот приказ. Ну и помочь вам здесь я тоже не смогу. Что предлагаешь? Я предлагаю ходить в Польшу. Всем троим. Я знаю там людей, которые могут предоставить новые документы. И убежища. Это надежные люди. Я работала вместе с ними. Выполняла задания НКВД. Но эти люди НКВД нас не выдадут. Отсидимся там. Потом пойдем дальше. В Европу. Да? А что дальше? Кто ж знает, что будет потом. Аня, Аня. С огнем играешь. Ты хочешь, чтоб я выполнила приказ? Оружие. Верни. Корниев. Ты мне не веришь? Верю. А ты мне? Верю. Оружие положи. Только если что, я стреляю быстрее. В Польшу не пойду. Немцы мою землю топчут. А я буду в Польше отсиживаться. Не буду. Я надеюсь, ты понимаешь, Корниев, что война может и закончиться. А вот приказ в отношении тебя не изменится никогда. Останешься в СССР, всю жизнь придется скрываться и жить под чужой фамилией. Пусть. Буду воевать один в ТЛО. А там... Хорошо. Я могу... Я могу вернуться одна. Сказать, что вы ликвидированы. В таком случае они вас искать не будут. Вернешься. Тебя сделают крайней. Выкручись. Прощайте, Анна. Прощайте. Прощай. Корниев, подожди. Одно твое слово, и я стану с тобой. На всю жизнь. Нет. Почему? Ты помнишь... раненого Хлебникова, которому ты шею свернула? Вот тебе мой ответ. Я выполняла приказ. Не было такого приказа убить Хлебникова. Был приказ спасти Якова. Был приказ о сохранении военной тайны. Хлебников мог выдать. Аня, не все приказы нужно исполнять. Я это уже понимаю. Ты знаешь, всегда есть выбор. Спасти или уничтожить. И даже если тебе отдали приказ, и кажется, выбора нет, он есть. Всегда можно спасти. Всегда. Даже если придется умереть. Ты хороший боец. Спасибо тебе за все. Прощай. Корнеев! Что будем делать? Воевать будем. Убивать немецких офицеров. Да хоть помрем с пользой. То же самое говорил тот несчастный контуженный политрук, которого вы убили. И он прав. Жаль, умер глупо. Вы умрете так же. Послушайте. Корнеев! Вы идете не воевать. Вы идете убивать. Вы так настроены. Я это чувствую. От вас за километр несет. Трупным смрадом. Не говори чушь. Я не иду с вами дальше. Я возвращаюсь за линию фронта. Я должен рассказать, что случилось с батареей. Семьи бойцов должны знать. Они умерли, как герои. И мне все равно, расстреляют меня или нет. Кто такая? Через линию фронта к нам ползла. По минному полю. Я не знаю, как ее не убила. Говорит, чтоб ее в особое отдел отвели. Говорит, что она сержант Красной Армии. Отведи. Пусть разбираются. Есть. Андреев. Юсуков. Черняев. Пацан. Пацан, ты откуда? Что случилось? Почему плачешь? Немцы. А? Смотри. Наши. А ты говоришь, немцы. Ганс, это была прекрасная идея опробовать трофейный танк. Да, здорово. Господи. 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 ! Стой. Ты кто? Свой Кто? Имя, звание? Лейтенант Корнеев, выхожу из окружения Подойди Посмотри Что там? Плохо Сад рядом Господи Стой Ты кто? Свой Кто? Имя, звание? Лейтенант Корнеев, выхожу из окружения Подойди Посмотри Что там? Плохо Сад рядом Мне поговорить хочется Может быть ты Последний человек, с которым я разговариваю Мне очень больно Корнеев Поговори со мной Ты что Ранен, нет? Да идешь до наших До линии фронта Станешь в строй Будешь воевать Я не могу вернуться Я не дезертирую, но вернуться не могу Всяко бывает А ты Ты вцепись в эту жизнь Вцепись И держись И держись за нее Как бы плохо не было Дострели меня Мне очень больно, Корнеев Я не хочу умирать Более Бог даст, будешь жить Терпи Ладно А тебе, Корнеев Я запрещаю умирать Слышишь? Запрещаю Я старший Бозване Просьба у меня к тебе будет Корнеев Город Челебенск Улица Радина Семнадцать Квартира восемь Там живет Моя жена Лариса Погодина Увидишь ее Когда идешь до наших Повстречаешься с ней Скажешь, что видел меня Обещаешь? Обещаю Вот и хорошо А сейчас Отвернись Пожалуйста Отвернись Чёртово колесо Чёртово колесо Это уже достижение Которое заслуживает Железного креста Мы будем готовы Продолжать движение Через десять минут Господин генерал Надеюсь Мне нужна рюмка коньяка Волочкова Всё готово? Капитан Бауэр Выехал туда вчера утром Со связистами Чтобы подготовить Всё для вашей ставки Капитан Бауэр Целковый Последний Воскресенье Это будет Капитан Бауэр Война Среже 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 Адди Не дурите, обер-лейтенант! Руки вверх! Не стреляйте! Пожалуйста, не стреляйте! Ваше имя и воинское звание? Обер-лейтенант Штауб! Куда вы направлялись? Я фельдъегерь! Я везу секретные документы в Волочково! Что там находится? Вставка генерала фон Арнима, командующего группой войск Б. Вы должны передать ему пакет лично в руки? По инструкции лично в руки или оставить у его адъютанта? Вас кто-нибудь знает в лицо вставки фон Арнима? Нет. Я был переброшен сюда из Варшавы. Три дня тому назад. Вы убьете меня? На въезде вставку есть посты? Обычно есть. На посту всегда проверяют документы, если проезжает офицер? Если едет офицер, то могут и не проверить. Вы убьете меня? Что? Что? Товарищ полковник! Оперуполномоченный особого отдела Рязалин! Провожу допрос арестованной Лавровой! Как ведет себя арестованная? Арестованная требует, чтобы я связался с Москвой и сообщил ее отцу комиссару НКВД Лаврову о ее аресте. Требует? Просит, товарищ полковник. Вину признает? Отрицает. Эпизоды намеренного саботажа при поиске товарища Джугашвили не признает даже частично. Когда я уйду, товарищ Рязалин, то объясните арестованной, что органам достоверно известно все. А именно приказ о саботировании поисков старшего лейтенанта Джугашвили был получен ей от командующего армией. И именно такие сведения мы рассчитываем от нее получить. Вам ясно? А насчет папы арестованной, то объясните ей, где может оказаться ее папа в ближайшее время. Вы меня поняли? Так точно. Продолжайте допрос. Слушаюсь. Ты поняла, где может оказаться твой отец, если не дашь правильные показания? Добрый вечер, господин лейтенант. Я обер-лейтенант Штауб. Везу пакет для генерала фон Арнима. В городе есть врач? Меня обстреляли по дороге. Какие-то русские. Видимо, пытаются выйти из окружения. В городе расквартирован военный госпиталь, обер-лейтенант. Вы сможете доехать сами? Думаю, да. Пропустите. Кто это был? Курьер с пакетом для ставки. Странно. Два дня назад пришла инструкция, что курьеры передвигаются только сопровождающим. Он был ранен, господин капитан. Говорит, какие-то русские обстреляли его по дороге. Как его фамилия? Обер-лейтенант Штауб. Штауб? Да. Ганн Штауб? Мы же служили вместе в Баварии. Это он? Не могу знать, господин капитан. Но диалект у него кажется берлинский. Если это он, он проспорил мне два ящика шнапса. Это была веселая история. Я найду его. Вы можете оказать мне медицинскую помощь, доктор? Я был обстрелен при подъезде к городу. Плечо задето. Пройдите в перевязочную, лейтенант. Я осмотрю вас. Кула прошла на вылет. Чуть правее, и это был бы конец. Благодарю вас, доктор. Я должен обработать рану. Будет немного больно. В голове шумит? Да. Откуда вы родом, обер-лейтенант? Из Берлина. У вас есть семья? Моя невеста ждет окончания войны. Мы отложили свадьбу. Как ее зовут? Вы меня слышите, обер-лейтенант? Да. Как вы себя чувствуете? Как долго я был без сознания? Около часа. У доктора Штейнглитса сейчас по расписанию операции. Он подойдет к вам, когда закончил. Я говорил что-нибудь? Нет, господин обер-лейтенант. Где мой портфель? Я отнесла его в кабинет доктора Штейнглитса. Вам нельзя вставать. Вам необходимо лежать. Принесите портфель, пожалуйста. Я должен прибыть в штаб. Я выполню свою миссию и вернусь к вам, если это будет необходимо. Но доктор Штейнглитс категорически... Послушайте, сестра, это приказ. Принесите портфель, пожалуйста. Принесите портфель, пожалуйста. Убер-лейтенант Штау, срочно генерал. Убер-лейтенант Штау, у меня пакет для генерала фон Арнима. Откуда? Из штаба 4-й танковой армии. Приказано передать лично в руки. Минуту. Генерал не сможет сейчас принять вас. Оставьте пакет у меня под роспись. Не имею права. У меня инструкция. Только лично в руки. Не валяйте дурака, убер-лейтенант. Я адъютант командующего. Вы оставите пакет у меня. А через 20 минут он попадет на стол генералу. Прошу прощения, капитан. Но я обязан соблюдать свои инструкции. Если надо, я подожду в приемной 20 минут. Но пакет вручу генералу лично. Черт возьми, Штауб. Вы не нужны мне в приемной. Здесь и так постоянная толкучка. Оставьте ваш пакет мне и возвращайтесь к своим танкистам. Говорю же вам, я не имею на это права. Капитан Циммерман. Я ищу обер-лейтенанта Штауба. Он не был здесь? Вот же он. Но вы... Простите, вы должны быть не тот Штауб, с которым я служил в Баварии. Видимо, нет. Опер-лейтенант, покажите-ка мне ваше офицерское удостоверение. Извольте, капитан. Где генерал? Где он? Внимание, тревога. В кабинете генерала взорвалась бомба Генерал убит Там много раненых Срочно вызовите врача Генерал ранен Вызовите врача Быстро, позвоните в госпиталь Расступитесь, ему нужен воздух Это был диверсант в форме лейтенанта Перекройте все выезды из города Останавливайте всех офицеров, пытающихся покинуть город Немедленно Итак, вы приказали сержанту Лавровой Не торопиться с поиском товарища Джугашвили По сути Вы предложили ей саботировать Приказ Москвы У нас есть показания Лавровой Вот Посмотрите Или Лаврова нам врет Что скажете, товарищ Лаврова? Вы сказали органам неправду? Меня били Что? Что вы сказали? Я обманула органы Из меня выбили показания Против товарища командующего Что же Вы хотите обвинить вашего следователя В жестоком обращении с вами? А если это клевета? Встать! Сука! Товарищ полковник На проводе товарищ Мехлес Из Москвы Слушаю вас Товарищ Мехлес Что? Понял Есть товарищ Мехлес Ваши документы, пожалуйста Не волнуйся, папа Ведь все закончилось хорошо Во всем разобрались Свободили А почему ты сюда приехал? Командировку? Командировку Дано распоряжение Следствие прекратить А как я этого добился? Тебе знать не обязательно Понятно А как мама? Мама в эвакуации Ташкент Я не уезжал, тебя ждала Как же ты теперь там один? Почему один? Принято решение О твоей отправке в Москву В главное управление НКВД Я не собираюсь отсиживаться При штабе, пока идет война Я знаю, что штаб формирует Террористические группы Для уничтожения высшего немецкого Командного состава Я прошу отправить меня В составе такой группы В Белоруссию Да я все понимаю Но могу я тебя попросить Хотя бы об одном? Конечно, папа Я тебя слушаю Нет, не буду просить Наверное, хотел сказать Будь осторожна, дочка Нет, в общем-то я серьезно Понимаешь, Анечка? Героизм он ведь не в том, чтобы... Я понимаю, папа Героизм заключается не в том Чтобы героически погибнуть А чтобы быть эффективной машиной По уничтожению врага Научил Да У меня был хороший учитель Папа А могу ли я к тебе обратиться с просьбой? Я слушаю, дочь В начале войны Органами НКВД Был арестован Некий советский дипломат По фамилии Корнеев Дальнейшая судьба Его неизвестна Не мог ли ты выяснить Что с ним И действительно ли Обоснованы причины Его ареста? Я могу спросить, зачем? Меня попросил Об этом один человек Влезать Такого рода дела Небезопасно Ты не можешь этого сделать? Или не хочешь? Ты не хочешь? Хорошо Я начинаю понимать Что ты ищешь в Белоруссии Спасибо Мы разыскиваем русского диверсанта Который прекрасно владеет немецким языком Он может быть одет в форму офицера немецкой армии Вам надлежит прочесать каждый сантиметр города Его окрестностей Не исключено, что у него есть пособники Среди местных жителей Комендант Волочков издал приказ Согласно которому специальные патрули Имеют право проверять документы Обыскивать всех подозрительных офицеров Рейха Невзирая на их звания Комендант 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Катя Жизнь А я тоже подумала «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тетя Рита из Могилева. Она забыла у вас сумочку, когда гостила в июне. Из белой кожи? Да. Она все еще пылится в моем кабинете. Здравствуйте. Проходите. Штаб немцев на улице 1 мая. Но весь квартал перекрыт патрулями. Ночью патрулей в два раза меньше. Но ночью туда соваться бессмысленно. Всех офицеров развозят по квартирам. Я пытаюсь выяснить, где квартирует комендант города. Но пока без результатов. Надо ждать. Нас также интересуют все высшие офицеры Рейха. Прибывшие в Витебск короткую командировку. У них должно быть что-то вроде офицерской гостиницы. Обслуга там должна вроде как быть из местных. Если такая гостиница есть в городе, нам там нужен свой человек. Хорошо. Хорошо, я попробую. Попробую выяснить. Но вообще, они тут очень ужесточили охрану своего командования после случая в Волочково. Там какой-то диверсант-одиночка покушался на генерала фон Арнима. Расскажите подробнее. Подробнее я много не знаю. Слышал, что это был человек в форме немецкого офицера. Говорил по-немецки, как они. Прошел сквозь все кордоны в штаб. Там он застрелил адъютанта генерала прямо в его приемной. И еще нескольких человек. Его поймали? Да нет. Вы знаете, самое удивительное, что ему удалось уйти. Немцы тут подняли на ноги весь гарнизон, прочесали весь город, прямо до основания. Полицаев подключили. И не нашли. Катя! Управь все. Чистая стена. Так должно быть. И пол. Пол третье. Сильно, сильно. Я хорошо говорить по-русски? Хорошо. Очень хорошо, генерал. Нет, нет, я не генерал. Я полковник. Катя! Питер. Питер. Это вкусно. Вкусно. Катя, нужно учиться о чистоте. Питер. Здесь не Россия. Это Европа. Это мыши. Там сено, они в нем живут. Хорошо. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. Черт, бы их побрал Ой, господи Ой 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 Ой, ночую в сарай, прям как свиньи какие-то Из собственного дома выгнали Не скули Скажи, спасим, что живые Живые? Да Вот найдут этого лейтенантика на чердаке и все Крышка нам Спаси и сохрани, господи Ой, нас же перестреляют всех из-за него Господи, святая Бога, я все побил Это чудотворец Николай, господин офицер Святитель наш, Николай Угодник Ему молятся, когда желают исцеления от болезни Ну, а также предыдущих неприятностей, говорят, помогает Стоять Осторожно, мина Стоять ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, шайся! Аня, я выяснил, про человека, который покушался на Фунарнима, есть данные, что перед покушением он лечился в немецком госпитале. Он был ранен. И этот человек либо умер от ран, либо где-то рядом, в Волочково. Он просто не мог далеко уйти. Это Корнеев. Я уверена, он жив. Нам надо найти его. Мы собираемся его искать? Да. Это приказ. У нас другое задание. Я хочу понимать, зачем он нам. Мы сегодня потеряли боевого товарища. А Корнеев стоит всей нашей группы. Поверь мне, я с ним воевала. Нам надо его отыскать и приобщить к нашему делу. Он одиночка. Продолжение следует... Это ты знаешь немецкий поэт Гетто? Нет Ваш поэт Лермонтов его переводил Вот послушай Горные вершины спят в обмен ночной Тихая долина и полный свежим клой Не пылит дорога, не дрожат листы Подожди немного, отдохнешь и ты Катя, иди спать Страшно мне Даже рядом с тобой страшно Вот в прошлый раз прижалась к тебе Так спокойно стало Как будто ни в войне, ничего нет А сейчас ты рядом И все равно страшно Не бойся Я же свободен А что дальше? Рано заживет Уйдем в лес Вместе, да? Вместе с мамой и папой Обязательно Что там в деревне? Немцев полно Квартируют в каждом доме А у полковника Где что? В сельсовете Охрана есть? Часовые есть Пара человек А что еще увидела? Еще Возле штаба Грузовик с оружием Уже второй день стоит Трофейная, наверное И лагерь на окраине Что за лагерь? С нашими пленными Их там человек двести Смотреть страшно Все голодные Оборванные Господи Молодец 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойди. Бейк! Бейк! Отойди. Господин солдат, разрешите, здесь немного. Пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катя! Катя! Стоп! Катя! Почему плакать? Что, плохо? Говори, говори, я делаю тебе хорошо. Господин офицер, там русские пленные. Так. Они голодные и больные. Я принесла им еды, а часовой меня не пустил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И ты понимаешь, Катя, война это жестокость. А ты очень добрая девочка. Но твое добро сейчас не надо. Будь топным признак слабого человека. Для сильного нет добра. Нет зла. Есть только цель. Я не понимаю, господин офицер. Ты очень добрая и глупый человек, Катя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Я не должен, но я буду отдавать приказ, чтобы тебя пустили кормить твоих солдат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За здоровье! За наше здоровье! Давай-давай! Прошу прощения, господин полковник. Я чувствую себя немного неловко. С задним столом со славянами. Это действительно необходимо? Сосредоточьтесь на курице, обер-лейтенант. Она прекрасна. И она, кстати, тоже славянка. Пожалуйста. И я чувствую себя как свинарники. Будьте снисходительнее, капитан. Эти люди должны понять, что мы пришли сюда как освободители, а не как завоеватели. Мы боремся с коммунистами. Участь этих людей, быть рабами рейха. Вот именно. Раб не сидит за одним столом с хозяином. Зачем морочить им голову? Вы правы и не правы одновременно. Выкажите рабу немного уважения, и он радостно умрет за вас. А я не хочу проблем в доме, где я живу. У нас проблемы с пленными, господин полковник. Они хотят жрать. А из штаба дивизии сообщили, что продовольствие до них не подвезут еще неделю. Расстреляйте их. Больше я ничего не могу придумать. Весь лагерь? Сколько их у вас? По спискам 131 человек. Пулеметчики сделают эту работу за 10 минут. Сегодня? Сегодня пусть ваши люди отдохнут. А завтра сделайте это. Утром. Слушаюсь, господин полковник. Катя, я солдат Катя. Ты знаешь, что это значит? Нет. Есть приказ фюрера. Если немецкому солдату в походе нужна женщина, он ее берет, и никто не говорит нет. 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 Простой, Вася. Нет. Как нет? Немецкому солдату нельзя сказать нет. Нет. Ты хочешь, чтобы я убил твою мутору? Что? Твою маму. Я устал. Слушать нет. Я сказал да. Рассивайся. Да. Нет. Отпустите меня. Не трогайте. Отпустите. Нет. Мистер. 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 Когда я был маленький, папа взял меня на охоту в лес. И там он убил Лося. И стал свежевать его. Я запомнил это, как он сделал с помощью одного ножа. Я сейчас заткну вам рот тряпкой и буду срезать с вас кожу. Это займет примерно час. Когда я срежу всю, я выколю вам глаза. Еще пять минут. Вам интересно, полковник, что я рассказываю? Да, да, да. Мне очень интересно все, что вы говорите. Но я не сделаю это. Если вы позвоните в штаб и прикажете, чтобы к дому подогнали грузовик с трофейным оружием, в машине должен быть один шофер. Хорошо. Я позвоню. Да. Полковник, если одно слово, вы понимаете. Да. Алло, Ганс. Подгони грузовик с оружием к моему дому. Шоферу скажи, что это мой приказ. Действуй. Катенька. 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 Отец. Доченька. Отец. Моя. На кого ж ты, на кого ж ты, на кого ж ты нас поедила? Черт. Катенька. 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 Забирай жену и беги в лес. А мне оба дело доделать нужно. Давай, давай. Быстрее. Не оглядывайся. Я не хотел ее убивать. Вы обещали мне. Я ничего не обещал. Я____ехаa. Ты Tex... Даль, даль, даль! Даль, даль, даль! Даль, даль, даль! Стоять! Садитесь в легковую машину, пожалуйста! Не дури! Я искала тебя, Корнеев! Зачем? Чтобы привести приговор в исполнение? Какой приговор? Уничтожить! Приговор отменен! Яков у немцев об этом уже знает весь мир! Так что предыдущие указания не имеют никакого значения! Значит, могу воскреснуть! Я здесь в составе группы, которая занимается уничтожением немецкого командного состава. Но кое-кто занялся этим уже до нас. Одиночка. В форме немецкого офицера с блестящим знанием немецкого языка. Его ищут по всей Белоруссии. После неудачного покушения на генерала фон Арнима. Но я-то знаю, где его искать. Как Катерина? Сладко с ней? Она убита. Прости. С тобой сколько людей? Со мной четверо. Рядом с деревней лагерь с нашими пленными. Их должны завтра же стрелять. А может быть и сегодня. Я тут наделал шуму. Но пароль на сегодня знаю. Корнеев. У меня здесь другое задание. Ну тогда извини. Кстати. Это нашим передайте. Если можете. Взял у немецкого офицера. Тут много ценного. Корнеев, подожди. Давай поговорим. Ты ехал в лагерь? Один? Аня, здесь не о чем разговаривать. Их расстреляют. Или ты со мной, или нет. КОНЕЦ Гауптштурмфюрер Зольден, 4-я зондеркоманда СС. Ефрейтор Краус, вы знаете пароль? Юго-Восток. Так точно, слушаю вас, гауптштурмфюрер. Кто старше в карауле? Капрал Шрёдер. Он на вышке. Позовите его. Шрёдер, спустись. Зольден, зондеркоманда. У нас есть приказ уничтожить этот лагерь Капрал. Но ведь решено сделать это завтра. Решено сделать это не откладывая. Акцию должны провести войска СС, а не полевые части. Уступите моим людям места у пулемётов. Извините, мне надо посоветоваться с руководством. Хорошо. С sådan, я скажу, что уничтожил. Свои, братцы! Свои! Свобода! Ну! Разбирай оружие и бегом в лес! Братцы! Бери оружие! Подходи! Патроны! Давай, ребята! Разбираем! Разбираем! Сука! Бегом в лес! Давай! Давай! Патроны дай! Стрель, мужики! Давай! 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 Невцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вернулась в Беларуси, чтобы найти тебя. Не за орденом, значит. Это мне не нужно. Мне нужен ты. Зачем я тебя? Я однолюбка, Арнеев. Мне сложно найти мужика, подстать себе. Но я нашла. Зря улыбаешься. Я тебя больше никому не дам. Когда мне было 14 лет, я поставила перед собой 10 жизненных задач. Каких? Разных и непростых. Стать ворошиловским стрелком, научиться драться, как мужик. Получить государственную награду. Не поверишь. Все 10 я выполнила. У меня осталась одна. Какая? Ты ее знаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы теперь все партизанский отряд. Будем бить немцев у них в тылу. Но запомните, никто из нас...